Вот такое двойное крепление и связку, и суставную сумку имеет только самый мощный сустав в нашем теле. Допустим, коленный сустав. На него падает огромная нагрузка, даже когда вы просто стоите, а уж когда вы бегаете или прыгаете, что я представляю, что я скажу. Дозабедренный, плечевой, все эти суставы имеют вот такую конструкцию. Так? А вот, допустим, у суставов пальцев суставная сумка будет обязательно, она у всех суставов есть, а внутренняя шерстка нет. Так что все суставы обязательно имеют суставные сумки, а внутренние шерстки имеют немцы. Хорошо. Имея такую вещь, можно свободно двигать костями определенного предела. А вот теперь. А есть некоторые места в нашем теле, где стоит следующая задача. Надо сохранить подвижность, подвижность нужна. Но в 10 раз важнее становится прочность соединения. Какая может произойти неприятность суставов? Значит, дело в том, что волокнистая ткань, хотя немножко, но стяжена. Если вы неверно поставили ногу, то возникает огромное усилие, которое будет толкать суставную голову не в соседу, сосед этот выдержан, а вот так, в сторону. Что происходит? А, в сеть. Вот эта ситуация будет называться вывих сустава. Когда две суставные поверхности теряют контакт друг с другом. Так? Значит, одна косточка смещается по отношению к другой. После того, как смещение произошло. Вот теперь нормально двигаться сустав может ли? Нет. Нет, не может. Так? Если вывих произошел с очень большим усилием и под очень нехорошим углом, то может не выдержать суставная сумка. Что с ней произойдет? Может разорваться. Может разорваться. Вот это тяжелая травма, очень тяжелая разрыв суставной сумки. Здесь же совершенно необходим врач. С вывихом иногда нужно справиться самостоятельно. Особенно люди, у которых формируется так называемый приручный вывих, они хорошо умеют с ними окониться. Вот скажите, у вас кости встали вот в такое положение, да? Нормально работать, что так не надо. Эту головку уберем в эту. Надо кости еще раздвинуть обратно. Значит, если вы начнете вот так вот двигать, да? Первое, что вы сделаете, это вы разрушите вот этот кусок с стороны поверхности. Надо чуть-чуть раздвинуть. Вот-вот-вот. Надо просто раздвинуть сустав. Вот так. Раздвинуть и отпустить. После того, как вы раздвинули, у вас увеличилась ширина этой щели. А после того, как отпустили, за счет укроплости суставной сумки, сустав встанет на свое место. Итак, начало. В результате выбитые пальцы, ну, при баскетбол, допустим, или волейбол, исключительно часто бывает, человек так неудачно принял мячик, неудачно упал, большой палец или указательный, реже средний, палец взял и вот так вот сместился, в совершенно непонятном угол. Выбился с пальца, ну, то есть вот то, что произошло. Что делать? Придите пальчик, тянете вот себя. Руку на себя, пальчик на себя. Поначалу это выглядит страшно, конечно, но такие простые вещи, в общем-то, человек способен сам помогать себе. Простые вещи. Но теперь представьте, что произойдет, если у вас такая неприятность случится с позвонками. Выбег позвоночника. Если это костяного мозга, то будет очень плохо. Первая, самая страшная, действительно, внутри канала позвоночника проходит спинной мозг. Канал – это такое костяное кольцо, внутри которого идет спинной мозг. Вот канал одного позвонка, а на один следующий позвонок. Канал второй позвонка. Вот так они сказали, да? А теперь вы взяли, сместили один позвонок, значит, на другого. Кольца сдвинулись. Что с спинным мозгом отменить? Он тоже растянется. Да как же он растянется? Вот если бы ножницы не ухался, а то нет. Парка ножниц. Или парка. Плох тот человек, который не умеет использовать для модели любой подходящий материал. Вот у меня такой шнурочек. Шнурочка делаю в два пальца. Первое кольцо, видите? Кольцо жесткое, костяное. Так. И вот второе кольцо. Тоже жесткое, костяное. В ножны кольца лежат вот так друг на другу. Вот так, да? Значит, внутри проходит спинной мозг. Значит, мозг и спинной, и головной. По своей консистенции больше всего похоже на жилет. Это жилет. Отлично. Есть два костяных кольца, сквозь которых проходит желеобразный стержень. А теперь, эти кольца взяли и вот так сместились. Хорошо. Хорошо. Если небольшое смещение, то просто ущемление, травма спинного мозга. А если сильное, спинной мозг в этом месте будет просто разрезан. А это не просто тяжелое, это тяжелейшее, травма. Так? Значит, поэк, что надо обеспечить в смысле надежности связи позвонков друг с другом? Как они должны быть связаны? Так же крепко. Так же, как эти составы? Да, очень крепко. Крепко. Значит, еще раз я говорю, у каждого человека десятки раз в жизни могут происходить выписи, и ничего страшного при этом не будет. Значит, один раз произошло смещение позвонков. Скорее всего, дальше паралич. Так же крепко, как суставы должны быть связаны позвонки, еще надежнее. И существует второй вариант взаимосвязи костей. Он, правда, снижает подвижность, зато обеспечивает очень высокую надежность соединения. Как делаем? Берем одну косточку. Вот один позвонок. Вот лежащие подние, лежащие надние, лежащие еще выше. А между позвонками прослойка хряща, хрящевая камень. Это болотнистые хрящи, которые прирастают и к верхнему и к нижнему. Вот так. Надо сказать пару слов о том, как устроена эта хрящевая болотнистая ткань. Основа ее, как и у любого хряща, это очень плотное желе. Очень плотное, упругое желе. Но в случае болотнистой хрящевой ткани, конструкция усложняется. Вот слой желе. Так. А сквозь него проходят волокна сверхпрочного и димкого белка, коллагена. Название белка, конечно, не обязательно, но по своим свойствам. На что больше всего похожа эти волокна? На сверху тонкие стальные проволоки. Просто ли порвать стальную проволоку? Не очень. Но при этом она гибкая. Она может гнуть вполне. Так. Хорошо. Гибкая, упругая и прочная на разрыв. В результате, вот теперь, после такой склейки, когда мы между гостяными позвонками поставили хрящевые подушки. Так. А теперь от каждого позвонка, вот этот человек, который встает лицом к вам, лицом к вам, от позвонка, от каждого влево и вправо идут отруски. Вот так. А теперь, если мы берем эти отруски и соединили, допустим, вот такая парочка, соединили мышцы. Чем? Мышцы. А, мышцы. И это мышцы сократили. Что будет с формой позвоночника в отнюдь? Он нагнется. В сторону окна или в сторону двери? В сторону двери. В сторону двери. В каждом сторону двери. Вот эти два отруска сблизятся. Так. А дело в том, что хрящевые подушки материалы. С правой стороны вот эти две подушки сожнутся. А с левой стороны немножко разделаются. В результате у вас позвоночник примет вот такую ось. У меня будет уже не вертикальная ось. А он вот в этом месте изогнется. Хорошо. А если эта мышца расслабилась, сохраним вот эту мышцу? То повернется как пол. Идем в другую сторону. Это уже не настолько свободное движение, как суставы. Но возможность движения сохранилась. А прочность связи многократно взрослась. Вот такая связь будет называться полуподвижная. Полуподвижное соединение костей. За счет хрящевых подушек. За счет хрящевых вставок. Таким образом соединены позвонки в нашем теле. И еще одно очень важное соединение. Скажите, при дыхательных движениях форма грудной флепки у человека остается постоянной или меняется? Нет. Она же должна то расширяться, то сжиматься. Ну да. А при этом, ребра-то у нас костяные. Да. Да. Могут и кости менять свою форму. Нет. Нет. А как же тогда сделать? Из жестких костяных ребер составить коробку, которая будет менять свою форму. Надо сделать скрепление, чтобы они ходили относительно друг к другу, но недалеко. Козвоночнику каждое ребро крепится с уставами. Оно может качаться. Ну да. Но ведь они качаются, что будут все вместе, никакого изменения формы у нас редко его не получится. Ну, если они когда-то встречаются, у них там мышцы, и кто разжимает, то сжимает. И тогда будут, то... Вот две книжки. Ставлю между ними мышцы. Да. При работе мышц. Книжки могут сближиться, книжки могут рожать. Скажите, при этом форма, пространство между книжками меняется или нет? Нет. Меняется только одно расстояние. Да, только одно измерение. А в грудной клетке происходит другое. Там меняется форма. Вот. В том-то и дело, что грудная клетка у нас как с вами построена. Каждое ребро начинается костяной ветвей, ведущий отпуск звонка примерно вот до этой точки. Где-то до центральной линии тела. А дальше, спереди, будет идти хрящевое продолжение. Да? Дальше идет хрящевая ветвей, ребра. От конца костного ребра до груди. То есть, каждое ребро наше с вами начало имеет костное, а завершение – хрящевое. Следующее ребро – начало костное, завершение – хрящевое. Следующее. Хрящевые ветви все вместе переросли в широкой достаточно стеной пластине, стоящей вот здесь, в середине груди. Она хорошо прощупывается. Вот, я по ней сейчас пишу. Кто знает, как называется это пояс? На середине груди, как галстук, от точки с рождения ключицы вниз. Вот. Грудина. Грудина. Все ребра грудной клетки стереть и связаны с грудиной. Ну, первые действия, чтобы быть точным. Последние два ребра свободны. Ну и смотрите, что будет. Задняя ветвь – ребра костяная, грудино-костяная. А вот эти ветви – крещевые. Из улогнистого крещу. В результате, вот эта часть ребра гибкая или не гибкая, она крещевая. Гибкая. Гибкая. Ребра сдвинулись относительно друг друга. Вот эта точка может уезжать, а что сделано в любой условии. Крещевая ветвь выдержит, она шагнется. Поэтому при движении грудной клетки, при дыхательных движении, формы изменяются очень сложными образом. Не просто раздвигание стенок, как раздвигают стенки, допустим, до створчатой раппи. Хорошо, до створчатой раппи. Можно открыть? Да. Можно закрыть? Да. Но форма самих створков, это меняется? Нет. Нет, не меняется. А у нас во время дыхательных движений? Нет, не меняется. Меняется. Не только раздвигаются створки, но меняются формы. Хорошо. Значит, итак, вот это полуподвижный контакт. Между ребра и грудиной, между пузылонками. Ну и наконец, третий тип соединения костей. Неподвижное соединение костей. Неподвижное соединение костей называется шов. Неподвижное соединение костей называется шов. Допустим, если вы смотрите на череп, то там, вот, он может в местах вот здесь как раздвигаться? А кто может объяснить, а почему это наш череп не из одной кости вот какого-то пола, а почему он действительно сложно измоделить? Да? Через несколько занятий вы все пусть черепа будет и знать. На самом деле, это не так сложно, их не так много. Но их больше десяти, вот, все они попарные, равномерекозно попарные элементы, что осталось, но их много. Ну, да, а на моих приборах, где-то, они сросшиеся при рождении не сросшиеся, то есть отдельная площадка, а между ними вакуум. Не сросшиеся, то есть отдельная площадка, а между ними вакуум. Не сросшиеся. Тише, по-руде. Вы из-за того, что это не хорошее, получается, чтобы травмы при рождении... Ага, вы говорите про черепные ротнички, которые есть у новоротных ухода, не только у чата, а у всех мальчиках это еще. Там идея не, даже не в том, чтобы там при рождении девчонки формируются, там идея совсем другая. Такой ротничке я откуда они берутся, давал из вашего... чтобы рост мухчеля, потом у нас будет просто... шар никак не везет, а там соединение, они могут просто изменяться немного. Идея совершенно верная, я высказал немножечко криво, а так идея совершенно верная. Скажите, пожалуйста, а пусть наши живые или мертвые? Мертвые. Мертвые. Мертвые, да? Классно. Скажите, пожалуйста, вот этот стул живой или мертвый? Мертвый. Мертвый не живой? Ага. Если отломал ему ножку? Ножка сама прирастет? Нет. А пусть прирастет? Нет. А пусть прирастет? Значит, сращение переломных костей возможно? Да. Рост костей возможно? Да. Это стул сам вырести может? Нет. Вряд ли. Значит, кости, разумеется, живые. И как любая живая ткань, они создают, их построят. Живые клетки. Да? Значит, при этом каждая клетка вот так устроена. Берем тоненькую-тоненькую пластиночку костей, засовываем этот микроскоп. Что мы видим? А мы видим вот клетка. клетка. А вокруг нее тонкая пластиночка скалы. Откуда взялась эта скала. А ее построила клетка. А рядом соседняя клетка, которая построила следующую коксу скального материала. А рядом следующая клетка, которая построила следующую коксу. коксу скалы. Теперь вопрос. Если клетки сами себя замуровали, они кислород получить могут? Нет. Нет. Питательные вещества получить могут? Нет. Избавиться от продуктов собственной жизни они могут? Нет. Они должны умирить. Поэтому сквозь кости проходят такие шахты, туннели. Вот в этих местах клетки кости договариваются никакую скалу не строить. Оставляем их свободные процессы. Догадайтесь, что проходит сквозь их службы, не воздух. Это бы убило все окружающие. Ребята, воздух – это абсолютно смертельная среда обитания для любого живого организма. Как только живая клетка оказывается на воздухе, через 15 секунд она умерла. Сосуды? Сосуды. Крыженосные сосуды. Именно так. Сквозь эти шахты проходят крыженосные сосуды. Здесь же проходят нервные окончания. Для того, чтобы регулировать и управлять всеми этим делами. А каждая клетка, когда строит свою округу скалу, оставляет для себя выходы тоненькие-тоненькие проходки к этой шахте. Крыженосные сосуды. Каждая клетка получает питательные вещества из крови. Вот так встроено гостное вещество. А теперь скажите, пожалуйста, а имеют право клетки и гости делиться. Имеют. Отлично. Клетка гостей поделилась. Ура! У нас свобода почти ничем не ограничена. Взяли, поделились. И дальше что? А что дальше? Клетка – это капли киселя. Попробуйте киселем разорвать скалуру. А я посмотрю. Телец до того размера, когда они могут через эти проходики пройти сосуд? Так. Тогда это может быть не клетка кости, а какая-то совершенно другая. Во-первых. Во-вторых, через этот проходик, разумеется, пройти нельзя. При решении пролезть не ядром, а другие важные жизненные части. Без смысла делиться клетками кости. Они замуровали себя в пищи. Даже если какая-то другая клетка поделилась, мы теперь им вдвоем там вот за чесноки сидеть, они когда-нибудь раздвинутся. Но вокруг них гигантская толщина, скажем так. Поэтому клетки кости не делятся. Тогда вопрос. А как же кости расход? Если клеткам кости, запрещено делиться. Прошу. Там просто достраивают клетку эту скалу дать. скалу дать. Она уже построена. И чего она будет дать? Как? 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 Вы объясните мне, как вот эта клетка может передать части скального материала куда-то вот сюда? Склой скалы? Нет. А как? Нет. Если вы распихали, как вы говорите, скалу, вы разорвали все эти переставлические решетки. И ваши пульки на ногу. И ваши пульки на ногу. Скала должна отсутствовать. А вот там делаются вот такие клетки, где клетки какие могут делать скалы. Там из мозга, из спинного мозга, там вызываются новые и новые клетки, и они достраивают козу. Так. Ну тут не спинного мозга, а шея идея правильная. Знаете, смотрите, как устроена любая пульска, любая клетка. Знаете, вот у нас есть какой-то скелетный элемент, не разный какой-то. Так. Вот он скалы. То есть он построен тут как. А поверх него лежит хутляк из волокнистой соединительной стороны, ну такая степа трехмерная, который заселен быстро делящимися клетками. Эти клетки, после того как поделились, превращаются в новые клетки кости. В результате на поверхности кости все время возникает новая клетка. Где будет строиться новая порция скалы? На поверхности. На поверхности. Как кто-нибудь наверняка слышал название вот этого слоя окружающего любой кости? Это хорошо, это меня очень радует. Значит, серьезных проблем с зубами вообще не было. Если человек очень сильно запустил кариес свой, так и у него раздуло всю через раку. Не в одном месте, а всю через раку. Это пульпит? Нет, пульпит это воспаление внутренней ткани одного звука, пульпа. А если воспаление разошлось и захватило не один участок, а поехало по всей челюсти. Воспаление надкостницы. Вот эта ткань, покрывающая снаружи любую кость и называется надкостница. За счет надкостницы кости умеют расти. Плетки надкостницы быстро делятся и превращаются в следующее поколение клеток костей. И они снаружи откладывают следующий слой кости. Хорошо. А теперь попробуем весь череп сделать из одной единственной кости. Вот наш новорожденный человечек. И глаз, и мозговая коробка. Отдельно об этом поговорим, когда пойдет речь о злых и добрых персонажах мультфильма. Отдельно об этом поговорим. Ну нижнюю челюсть я не вижу. Ясно, что вот размер мозговой коробки. Какого размера голова у новорожденного человечка? Ну, два... Ну, два... Ну, два... Наверное, десять... Ну, надо десять разомать. Так. Идея, идея все равно разная. Ну, размером примерно в мой кулак. Двадцать разом. Двадцать разом. Меньше нельзя почему? Вот так. Вот почему нельзя вот такую, как Вы показывали? Ну, потому что... Да. А что внутри головы? Мозг. Мозг. А мозг из каких клеток состоит? Из нервных клеток. Из нервных клеток. После рождения человека нервная клетка делится в голову? Нет. Нервные клетки не умеют делиться. Значит, сколько должно быть внутри черепа к моменту рождения? Ровно столько же, сколько в течение всей Вашей жизни. Так? То есть Вам надо к моменту рождения уже создать все нервные клетки. А это значит, они займут достаточно большой объем? Да. Достаточно большой. Хорошо. А почему нельзя голову Новорошенного сделать вот такую, как Абдук? Потому что она не выйдет. Потому что такой новорошенный убьет маму. При попытке родиться, при попытке родиться, просто женщина погибла. Слишком крупная голова. Так? Итак. Размер примерно такой. Мозг примерно такой. Теперь пробуем... Да. Сейчас у Вас всех. Ваш череп, да? Размеры с мой плод или с мой плод? Да. Упадываешь. Ага. То есть голова выросла. Попробуем заставить череп расти вот по этому принципу. Смотрите, какую интересную историю мы получим. На космосе здесь конечно лежит, да? Голова у Вас растет. То есть сейчас Вы из себя представляете вот что. Ага. Ну чуточку больше раз в пять. Ага. Да. Раз в пять больше. Внимание. Внимание. А размер головного кнута у Вас как? Можги. Ну да. Т.е. У Вас бот такие мозги. Зато какой толщины стен го page этоaaa. Вам не таке. Ребята, Вы скало таранить можете? Ага. Так? Но это немножко не то, что нужно нормальному человеку. Задача то есть такая. При увеличении размеров головы увеличить объем мозговых акций. Можно ли ее решить вот таким простым образом? Нет. Просто за счет наращивания слоя за слоем. Нет, не выдача. Вот так голова не будет? Не выдача. Вот для того, чтобы понять, как происходит рост костей, надо забраться вот в чем. Вот так встроена костная ткань между клетками и скалами. Я нарисовал, как встроена хрящевая ткань. Вот отдельные клетки хрящевой ткани. Вот они. А между ними желе. Между ними желе. Сквозь их желе могут проходить волокна. Но вообще-то это желе. А теперь смотрим. А они при праве делиться к клетке хряща. Ну, да. Да. Поделилась. Кондрацизм к клетке хряща поделился. А теперь, если две дочерние предки начинают откладывать новую эмоцию хряща со стороны своего соседа. Вот сюда, в синюю хрящей. Что с ними произойдет? Они медленно разъезжаются. Как это скажется, на объеме всей порции хряща внутри появилась новая порция. Немножко увеличится. Другая клетка поделилась, другая, другая. Хряща увеличится. Что делаем? Сшиваем мячик из затильных лоскутков. Ну, вот так, футбольный мячик. Покрышка футбольного мяча, сшитая из третий угольников в третий угольник. Срочно? Отлично. Сшиваем новую коробку из затильных лоскутков. А между ними прослойку какого вещества оставляем? Желие. А вот это что за ткань? Как это ткань называется? Желие. Нет. Хрящ. Это хрящ, хрящевая царь. Хрящ. Желиеобразная, не скрепочная вещество. Итак, если мы поставили между костями прослойки хряща, то дальше мы получаем такую возможность. За счет деления толщина хрящевых слоев может увеличиваться? Да. Может. А по крайней мере, у костя сидят такие очень агрессивные костные клетки, которые называются остеобласты. Что они делают? Они съедают хрящи и на его месте строят новые клетки костя. То есть у вас все время толщина этой полосочки увеличивается, но с боков она съедается клетками костями. Происходит замещение хрящевой ткани на полстного. В результате, что у вас с объемом внутренней полости этого мячика произойдет. У вас увеличивается площадь каждой площади. Толщина не увеличивается, а почки увеличиваются. Вот они же лежат. Увеличился объем мозговой, как в случае. Так вот, ребята, сейчас у нас с вами был такой первый необходимый заход на скелет человека, чтобы основные особенности понимали. В каком месте у нас в скелете негибкие кости, в каком месте у нас гибкие хрящи и как кости могут быть связаны друг с другом. Три способа соединения. Подвижное соединение сустава. Полуподвижное соединение, все-таки, в чужую подушку. И, наконец, как черепа. Форма вот этой щели, о которой живет хрящ, не прямая, а это страшно неизвестная линия. У кого какие идеи, зачем? Почему это не прямой шов? Почему шовная линия у костей всегда крайнеизвестная? Вот краешок одной кости, вот краешок другую кости. Вот так. Чтобы увеличить площадь. Чтобы увеличить площадь контакта. Потому что, если бы это была прямая линия, а я взял себя вот так за голову и повел в сторону. Что произошло? Раздвинули сквозь крючок. Так? Почему? Потому что, если линия прямая, площадь контакта не влекала. Хотя грязь удерживая, но держать не очень сильно. А если вы сделали вот такую зелёную линию, что с площадью контакта? Многократно увеличилось. Надежность шутка. Хорошо. Внимание, а где все в нашем теле? Проручение как? Тоже отличный шовный контакт. Неподвижный срослись кости. Таз. На самом деле таз состоит из трёх пар сросшихся костей. Срослись они очень надёжны. Объяснить почему? Когда вы ходите, бегаете, прыгаете. Вот нагрузка пришлась на ногу. А с ноги куда будет идти? На дозовой костя. Если бы одни были связаны, допустим, полуподвижным через крещу. Что бы с ним произошло? Она просто смесилась. Да, вот одна половина к тазу сюда уехала, а вторая, но вот на месте. После этого выходить можете? Нет. Нет. Потому что кости даже сшиты швами неподвижны. Ну, чудесно. У нас с теорией с вами сегодня было более, чем достаточно. Последний кусочек, который теоретически мы с вами берём, это волк какой. Основные блоки скелета человека. Костей у нас с вами скелетей очень много. Поэтому две простоты и гель на несколько главных команд. Первый волк называется осевой скелет. Идёт вдоль центральной линии тела. Той линии, которая делит тело, пересечения двух плоскостей. Клоскость, которая делит тело на левую и правую половинку. И плоскость, которая делит тело на брюшную и спинную части. Итак, длинная линия. А это длинная линия у человека. Какие части скелета стоят? Во-первых, вообще вдоль этой линии что стоит? Позвоночник. Позвоночник. Первая важнейшая часть всего скелета – позвоночник. Позвоночник. А ещё кто? Череп. Череп. Но перед тем, как череп вытесает, от позвоночника отходят ребра. Рёбра. Итак, осевой скелет включается от позвоночника. И грудную пленку, стоящую за ребром. Как она устроена, на самом деле, попозже с вами разберёмся. Это важно для изображения человека. Просто когда вы рисуете людей, у вас очень занятно почти у всех. Изменено соотношение между брюшной частью тела, грудной частью тела, руками и ногами. Причём далеко не всегда это получается для того, чтобы какую-то хорошую идейку выразить и создать красивый образ. Честь всего это случайно получается. Вот давайте попробуем разобраться, какие здесь вообще правила есть, чтобы уже можно было менять своему желанию. Итак, позвоночник, грудная клетка и череп, который от хозяйства венчает сверху. Это ось, осевой скелет. Кроме осевого скелета, что у нас есть? Какие-то там скелеты. Сейчас должна быть названа скелет конечности. Скелет конечности. Итак, два главных блока. Осевой скелет и скелет конечности. При этом, ну что такое конечности это, да? Да. Рука, вот она, он надо. Сквозь руку и ногу проводят кости, вроде как скелет конечности. А теперь вопрос. Вы можете вот так поднять руку? Ну да. Отлично. А кто понимает, где находятся мышцы, которые совершают это движение? Другим концом она прикреплена к плечевой кости, а вторым концом? К задней. Нет, к задней прикрепленной. И задней прикрепленной. Она прикреплена вот здесь вот, к основанию лопатки. Вот так. Опа. Два. Хорошо. Назад вы можете отвести? Да. Как расположены мышцы, а то есть и руку на руку. А к плечевой кости к лопатке. Опять. Ага. Если вы берете лопатку, сможете ли вы двигать руку? Нет. Нет. Все дороги ведут к лопатке. Нет, не только к лопатке. А вот такое движение вы можете сделать? Да. Ага. Как должен быть ключица? Конечно. Итак, у нас с вами на грудную клетку. На грудную клетку одеты костяное кольцо. Спереди две ключицы. Вот эта, идущая. А сзади две костяные пластинки, которые как называются? Лопатки. Вот здесь с боков они сошлись. Сошлись. И образовали основания плечевого сустава. Скажите, пожалуйста, лопатки и ключица относятся к осевому скелету или уже к скелету конечнице? Конечнице. Конечнице. Из них конечник просто не работает. Вот та часть скелета конечности, которая находится в туловище, будет называться пояс конечности. Это часть скелета конечности, находящаяся в туловище, называется пояс конечности. А часть скелета, которая торчит на улицу, будет называться скелет свободной конечности. Вот тут все то, что идет после плечевого сустава, это свободная рука. А там в туловище находится пояс в передней конечности. Отлично. А как называется пояс задней конечности? Таз. Это пояс задней конечности, таз. Ровно те же самые задачи, что у пояс в передней конечности. Не только прикрепить свободную конечность, но еще и мускулатуру закрепить. Внимание, я делаю вот такое движение ногой, которое на самом деле самое главное при ходьбе, беге, прыжках. Вот это движение, я отложу ногу назад. При этом понятно, что если вот эта нога опорная, то я отталкиваюсь от земли. Это понятно? Проталкиваю тело вперед. Подумаем, где должна быть расположена мышца, которая заставляет бедро отходить назад. Нет, не выйдет. Вот здесь и здесь. Смотри, задача вот такая. Человек в пророке. Может нам неинтересно. Задача отвести ногу вот так. Значит, подойдите к дашке. Скажите, где мы, что-то что-то здесь. Держите наружу. Держите наружу. Опа! Да. На самом деле, вы заметно размахнулись. В принципе, абсолютно верно. Но сейчас вы увидите, что получится, если вот так поставите мышцу. На самом деле, да, действительно, эти мышцы закреплены вот здесь, сзади, к тазам, костям. И вот здесь, вот, к бедренным мышцам. Если эти мышцы сокращаются, то уменьшается вот эта расстояние. Сокращается. И у вас нога поет. Называются эти мышцы большие ягодичные. Вот. Их задача двигать ногой назад. Так? Но если вы эту мышцу довели вот сюда, аж до коленки. То есть, пока у вас он поехал до коленки. То окажется, что вам не хватит места для других мышц. Скажите, а в коленях надо уметь сгибать ногу? Да. То есть, нога еще должна уметь делать вот такое движение. Ну, подойдите, покажите. Давайте. Где должна быть расположена мышца, сгибающая ногу коленки? Здесь. Так. Ага. Ну, она, вы сделали совсем слабенькую мышцу. Вы сделали такую малюсенькую мышцу, что она усиленнее разовьет. Да, Коль, давай. Возьмите зеленую. Вы сделали мышцу чуть более силой. О-о-о-о. Дмеск. Так, народ. Значит, мне одно предложение. Давайте, прежде чем чертить, попробуйте сначала подумать головой. Если мышца проходит таким образом, да? Сможете ли вы согнуть ногу в коленях? Нет. У вас же в этом месте вот такой слой мяса лежит. Так? В результате даже если мышца сократилась. Изо всех сил сократилась. Нога все равно не садилась. Сотрите вот эти попробочки. И ваш вариант. О-о-о. Более разумно. Ну. Но поскольку это мышца одна из самых сильных мышц нашего тела, она реально очень сильная, то и размер ее берет, и она вот сюда идет. Да, мы стоим, но выношу предотвратить. Поэтому, не взяты укрепления ягодичный сухой с мужчиной. Здесь другие мышцы, здесь их работа. Да? Хорошо, а теперь? А теперь, вот когда вы, допустим, сбежали, все отталкиваются, прыгаете. Да? Последнее движение будет. Это стремление бедра, колена или стопы. 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 На самом деле, важнейшее значение при вашей ходьбе имеет возможность вот этого движения. Разгибание стопы. Давайте эту часть чуть-чуть нарисуем. Грустнее. Да? Значит, ну вот, надо человеку. Кто может подойти к химии и показать, как подведены мышцы, разворачивающие стопу. То есть, совершающие вот такое движение. Вась, давайте, вот это. Вы видите, давайте эту позицию. Угу. Ой, вы с двух сторон оставили мышцы. Что произойдет с положением сустава, если они одновременно сократятся? Нет, они сократятся не одновременно. А вопрос, какая мышца вот этой мышцы совершает? Вот эта. Вот эта. Тогда более-менее правильно. За тем исключением, что это одна из самых сильных мышц нашего тела. Обратите внимание. Да, она на верх. Обратите внимание. Я стою на цыпочки. Да? На одной ноге я могу это делать? Да. Да. Раз, два. Раз, два. Значит. Эта мышца что делает? Один. Совершающая гастическую работу. Обратите внимание. Вот эта косточка отошла немножко назад. Вот суставка, точка сустава. А эта косточка выдвинулась назад. Это пяточная косточка. К ней переросла, перерослась кожевая мышца. Она, мышцы, лежит вот где. Вдоль голени. Вот она. Вот она. Большая икроножная мышца. Ее задача – отведение стопы. Вот это сухожжилия не кемисовская, идущая от икроножной к тяточной кости. Кто знает, как называется это сухожжилия? Акрижная? Был такой древнегерийский герой, маршка которого, которая была в водной ботине, в свое время упала его в стиксе, в реке с удовлением, и за это тело его стало, вот так скажем, непроницаемым для оружия. Но при этом она держала своего детенша запятку, когда его полоскала в стиксе. Что это за герой такой? Асилес. Асилесова сухожжилия. Асилесова сухожжилия, вот она. Это ущадок равнодушной мышцы к тяточной кости. Так? Значит, на этом числу чем мы занимаемся? Во-первых, мы с вами составили представление о разных типах деталей, деталей, из которых построен скелет. Немножко поговорили о том, как строена хостная скаливищевая, и о том, какие типы соединения между костями бывают. Выделили третий тип соединений. Разобрались с ростом костей. И с необходимостью облегчевых вставок между ними и пернодольного оружия. И стали разбираться с блоками скелета. Выделили два основных блока. Асилесовый скелет, выделенный здесь желтым и зеленым, и скелет конечностей, который здесь ростом выглядит. При этом выделили скелеты конечностей. Пояс конечностей и скелеты свободных конечностей. И немножко сейчас говорим о том, как они всех устроены. Зачем так? Спасибо. Спасибо.